Я прошу прощения, просто я занимался этим вопросом более тщательно здесь, непосредственно в этом районе. И хочу вам сказать, что понимая волнение по поводу воды, я прошу пробачивания, я на российский угод. Добрый? Понимая то, что больше всего людей волнует, пропадет вода, не пропадет. Мы пришли к тому, что в проекте социальной угоды мы сразу вписываем водогон, который по началу работы мы начинаем делать его независимо от того, пропадет вода или не пропадет. И обеспечить его подвод непосредственно к основным пунктам, скажем, фабрик, школе и так далее. Но это не избавляет нас от того, что мы должны будем сделать замеры, мы должны будем сделать замеры по факту существующей ситуации на сегодняшний день. То есть, я четко понимаю, у меня тоже домик в селе, я понимаю, что у моего соседа в колодце, 6 лет уже нет воды, и, к сожалению, никто ничего у нас там не добывал. Вот просто ее не стало, просто ее нет. Поэтому мы на сегодняшний день, допустим, если мы приходим к началу работы, делаем фиксацию с вашими представителями, специалистами, специальными органами. А по поводу пробирать сважину и сделать водогон, мы это готовы писать уже сейчас. Питание, можно задать? Да, пожалуйста. Вот это вы будете мы, эти крови, крови людям, вымливать. Это свой родственник, или куда она будет задеваться, вот эта вода, которая будет появляться? А, это ничего. Ну, то я ничего. Я, я, с вашего доски, благодарю основу фаховцу з герничьей справи, з герничьей справи, з герничьей справи. Ну, я уже казал, что он был директором, да, певденного герничьо-звагачного комбината, Кривогороза. Он очень знает этот результат. Шановна, я хочу сказать, что... Дина, посмотри, чтобы ты... Я хочу сказать, что все герничьи предприятия берут много воды на свои потребы. И это становится очень дорогим ресурсом. Поэтому уже лет, наверное, 50, ни одно генеральное предприятие не проектировалось так, чтобы вода не работала в замкнутом цикле. Вся вода, которая будет идти, подземная вода, она идет в технологии. Потом, так называемая пульпа, это когда мы уже нашу роду обработали, вода с этой пульпой, это взвешенные частички минералов. Она отправляется в специальную емкость, там отстояется, осветляется и опять повертается в технологичный процесс. Мы все понимаем, что материал не бывает абсолютно сухим, и тот же концентрат, он будет, как какая-то часть вагоги в нем есть. Плюс до этого выпаровывается вода. То есть вся вода, которая будет подземная, будет откачивать из шахты, она будет идти на дополнивание этой оборотной воды. И за межи этого контура водяного она никуда выходит, никуда. Вы скажите, этот отстойник будет размером чуть больше от этого зала. Сейчас уже нет тех объемов воды, есть узлы сгущения, где эта вода быстро осветляется. Можно даже, если есть узлы сгущения, можно працювать практически без отстойника. Вода сразу в радиальных сгустителях вынимается ця пульпа, и вода быстренько повертается в процесс. Это уже достаточно современные технологии, это не те отстойники, которые занимали сотни гектаров. Земля сейчас очень дорогая, поэтому все от этих технологий уже давно выходят. Дивите, руда, первое, подривняется. По-друге, в гидросепараторах разделяется фракция. Пылевидные частички уходят с водой, а тяжелая фракция, которая содержит ФЕРСЕРУ и ПРОМУ... Кто делал на то, что делал? Разбудяйте. Не, вы, конечно, можете сказать, что угодно, я могу ответить на ваши вопросы. Чакным способом будет вы добиваться, так называемая, герничо-прохивницкая машина. Ну, я вважаю, что мы будем залучать кращи ци зразки. Это будет, скорее всего, швейцкая машина Бумер, яка будет отрывать эту породу от монолитра и подавать на подривнивание. А далее уже Виктор Пифрович рассказал, что мы с ней будем делать. Президент, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы же с ней. Еще какие питания есть? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Шановна, вас попарно через... А.Кулакова 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 Нет, я могу сразу сказать, что ни какого... Ну, это вода. Это залеза, хром и кисл. Вот и состав. Ферон, хром, два, три. А.Кулакова Мы все знаем, что... Ферон... А.Кулакова Значит, первый видобувный горизонт будет на глубине от поверхности 80 метров. Тобто, ни в порах увитривания, ни в рыхлих осадках ничего не будет. Будет только бетонованный ствол, а горизонтальные вырубки будут на глубине, первый видобувный горизонт, 80 метров. И далее через каждый 50 метров будут горизонты. Мы будем... Я показываю вам на слайдах, как представляет себя руда. Пожалуйста, покажи розлиц. Розлиць, 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 геологично. О. Дивите, пожалуйста, уважаемо на этот слайд. Вот это хромовая руда. Мы ее будем выбирать. Спочатку на этом горизонте, потом зайдем на этом, выберем эту часть. Потом зайдем внизу, выберем эту часть. А потом это, что мы выбрали, мы все будем закладывать. Ну, извините, мы за действиями Побушского фероникового комбината не отвечаем. Мы до вас приедем с проектом шахного комплекса, который будем...